В Витебском государственном медицинском университете прошла международная конференция духовно-нравственной ориентиры современной медицины и фармации. С докладами выступили врачи и представители церкви из Беларуси и России. Участников интересовали проблемы взаимоотношений доктора и родителей пациента, взаимодействия общественных и религиозных организаций с учреждениями системы здравоохранения и другие, как соотносятся церковные каноны с научными методами лечения, узнавал Дмитрий Станский. В рамках конференции прошли четвертые международные медицинские чтения. Их цель состоит в объединении медицинских знаний и богослужения. Более полувека назад этим успешно занимался святитель Лука, выдающийся ученый, богослов-хирург. Важной проблемой, как считает протеерий Сергей Филимонов, является применение практикующим врачом духовных познаний в лечении больных. Вот этот опыт, который нам оставил святитель Лука, он является прецедентом для того, чтобы врачи и научные работники сегодня осмысливали происходящие процессы как с точки зрения классической науки и доказательной медицины, так и с точки зрения богословия и церковного осмысления здоровья человека и всех процессов, которые происходят в медицинской практике. Православная вера активно выступает за сохранение жизни, причем не только в теории богословских книг. В Санкт-Петербурге при Центре общества православных врачей уже несколько лет действует группа помощи молодым матерям. Ее члены оказывают консультативную психологическую медицинскую поддержку беременным женщинам. Особенности психологического статуса православной беременной женщины не всегда позволяют взаимодействовать корректно с обычными врачами светских учреждений. Возникают вопросы в плане определенных моментов исследования, каких-то воздействий, принятию сложных решений. Религиозные воззрения в первую очередь помогают разобраться во внутренних проблемах. По мнению некоторых врачей, православная вера направляет на путь духовного очищения, через которое, вполне вероятно, по-своему оздоравливается и физиология человека. Она помогает нам разобраться. Мы ведь все же смертны, и мы массу ошибок делаем. А отцы, ну вот, отцы, я имею в виду, духовные, они помогают нам разобраться. Да и потом в церкви, когда человек приходит, я не часто хожу в церковь, но там совсем иной дух. И чувствуешь, как эта соборность определяет, ну, вектор нашей жизни. Святитель Лука при жизни уделял большое внимание связи богословия и медицины во имя спасения жизни и здоровья человека. Именно поэтому большинство докладчиков в своих выступлениях акцентировали внимание на значении религии в лечении заболеваний. Однако сложно сказать, насколько правы те люди, которые в отдельных случаях полностью отказываются от врачебной помощи в силу духовных убеждений. Насколько близки между собой современная медицина и религия? И способствует ли православная вера оздоровлению не только духа, но и тела человека? Точного и, главное, однозначного ответа на этот вопрос на сегодняшний день не дают ни врачи, ни священнослужители. Дмитрий Станский, Вячеслав Соловьев, Телекомпания «Скиф». Вячеслав Соловьев, Телекомпания «Скиф». Вячеслав Соловьев, Телекомпания «Скиф».